Уже в 16 лет Жан-Клод Ван Дамм стал чемпионом Европы по карате и получил черный пояс. Но завоевав еще несколько титулов, он внезапно решил переехать в США. Там никому неизвестный каратист с трудом уговорил одного продюсера дать ему роль. Сценарий фильма «Кровавый спорт» пылился на полке два года, но выйдя на экраны стал супер популярным и принес создателям не один миллион долларов, а самому Ван Дамму долгожданную славу. Затем последовали «Кикбоксер», «Самоволка» и знаменитый «Двойной удар», где на воспеченной звезде приходилось даже драться с самим собой, исполняя роль брата-близнеца. После таких фильмов популярность секции карате в мире просто зашкаливала, в том числе и у нас, вспоминает тренер Юрий Радченко. Естественно, это был такой, знаете, сплекс эмоций, потому что это первые были фильмы по единоборствам. После этого вот даже вот самоотдача на тренировках, на сборах была намного выше. Я бы отнес Жан-Клода Ван Дамма, ну, к актерам классика. Интересно, что нынешнее подрастающее поколение картистов тоже знакомо с творчеством Ван Дамма. Да, я про него фильм смотрел. Я тоже. Мне понравилось, как эти комбои с ним дрались. Мне тоже. Мне тоже. Появлялся Жан-Клод частенько и в Украине, и вовсе не из-за любви к нашим светским мероприятиям, а из-за внезапной симпатии к девушке из Кривого Рога, Алене Кавериной, с которой он познакомился в Таиланде. В общем, чем дело закончилось, точно неизвестно, но официально актер остался верен своей семье. А вот из последних работ Ван Дамма наверняка всем запомнился как раз не фильм, а ролик, где неугомонный актер спокойно сел на шпагат между двумя грузовиками. Видео менее чем за неделю набрало свыше 35 миллионов просмотров. Кстати, сразу же нашлись отчаянные парни, которые решили дать Ван Дамму ответ. Например, белорус Евгений Якуш. Вместо грузовиков он использовал, правда, два раритета запорожца. Герой постоянно держался руками за автомобилей, так что такой ответ Ван Дамму по сути не засчитали. Пока за дело не взялся одесский каскадер Евгений Калинин, организовав настоящих гонщиков и дрифтеров, Евгений блестяще выполнил этот трюк, достойно ответив голливудской звезде. Что ж, а кинокарьера самого Ван Дамма тем временем продолжается. В следующем году выйдет продолжение кикбоксера. Интересно, что к проекту присоединился еще один ветеран кинематографа бессмертный горец Кристофер Ламберт. Уж не знаем, останется ли в живых только один, но определенно будем ждать выхода картины.